Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёт. В первую очередь, наверное, хочется отметить несколько важных моментов. Вы говорите о том, что с одной стороны человек ведёт себя несколько не так, как вам хочется. Человек ведёт себя не так, как вам нужно с одной стороны, а с другой стороны вы говорите о том, что у вас есть к нему симпатия и так далее. На какой-то момент у меня сложилось такое впечатление, что вы как будто бы видите другого человека. То есть, нереальную личность, которая вот такая вот, не очень доброселательная, да? Нереальная личность. А, больше, вот как раз, больше, наверное, вы видите того, кого видеть хотели бы. Вот. И, соответственно, это, в общем, мне кажется, очень, мне кажется, важный момент здесь. Потому что, если вы человека несколько идеалифируете, да, реальную, реальную личность, то получается, что вы находитесь не совсем в реалистичных отношениях, скажем так. Вот. И очень важно это понять, на мой взгляд. Очень важно это заметить. Вот. Потому что, как, в принципе, сказал мой коллега, вот. Мужчина действительно изменится. Вот. Скорее всего, мужчина будет вести себя так же, как он и вел. Просто потому, что он так привык. И, таким образом, он справляется со своим некоторым конфликтом, скажем так. Вот. Вы же со своей страны как будто бы ждете от него нормального общения. Нет, вы можете требовать нормального общения к себе, да? Но вы можете требовать его, как мне кажется, от человека, который способен вам его дать. А здесь получается такая штука, что мужчина, по вашим словам, ведет себя неадекватно. Так, важно. Но вы продолжаетесь в этих отношениях находиться. Вот. И, как бы, вот. А может быть, не совсем, да? Вы... Может быть, не совсем вы знаете, например, как себя вести. Вот. В этой вот ситуации. Вот. Не совсем вы отдаёте себе отсчёт, как себя вести. В этой ситуации. Вот. И, как бы, может быть, не слишком, не слишком доверяйте. Не слишком доверяйте себе. Вот. В этом случае. В этом конфликт. Вот. И, соответственно, хотите, чтобы мы помогли вам, хотите, чтобы мы как-то взяли ответственность за вас в этой ситуации. Вот. Ну, мне кажется, что эта позиция, она никуда вас не приведет. Вот. А вы, скорее всего, вы, вот, находитесь, к сожалению, у своего мужчины, да, в... В зависимых отношениях. Потому что, ну, он ведет себя по отношению к вам не слишком корректно. Вы пытаетесь его изменить. А вот. И, соответственно, такая вот получается зависимость. То есть, когда он не чувствует личных границ. Вы не чувствуете своих, своих границ. Вот. Личных. И, в итоге, получается, такая вот зависимость. Такие вот взаимные претензии. Я бы... Вот мне кажется, что, если вот на что обращать внимание, да, то я бы обращу внимание в первую очередь на... Такую, знаете, если можно так вырисоваться... Здоровую обособленность. То есть, ну, какую-то такую... Здоровую... Именно здоровую обособленность. Когда... Вот. Именно вы могли бы... Ну, оставаться собой. С... Человеком. Вот. Когда вы могли бы... С... 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 Ним. Вот. И быть с собой... Ну, условно говоря, условно говоря, без него, да. Ну, вот. То есть, как-то это вот... Как-то вот... Быть более обособленно. Вот. С другой стороны, посмотреть... Посмотреть на своё поведение с ним. Посмотреть на... То, например, каким образом вы выражаете ему... С... Свои чувства... Свои эмоции... Свои... Свои переживания... Вот. Каким образом... С этого вы... Человеку... Ну... Транслируете... Да, 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 да. Например. Вот. И соответственно... Соответственно... В этом направлении уже двигаться. Вот. Соответственно... В этом направлении уже... Ну, больше... Как-то... Смотреть... Больше как-то вот... Ну, исследовать что ли, да. Вот. Потому что, ну, это... Вот. Такой... Достаточно важный аспект... На мой... На мой... На мой... Взгляд, который вы можете... Несколько... Попропускать. Вот. Ну, может быть, это связано... Со многими аспектами. Может быть, это связано... Со многими аспектами. Вот. В частности... Например, это может быть связано... с тем, что... Вы чего-то хотите... Очень-очень... Сильно... От... Него... Может быть, это связано с тем, что вам... Что-что-то... Ну, значит... От него... Ну, и так далее. Вот. То-что... Вот. То-что... Вы себя... Вот. На мой взгляд... Достаточно хорошо ощущается... Достаточно хорошо... Себя вы... Чувствуете. Вот. А... Ну... В вземодействии... Ну, вот и, соответственно... На это... Накладывают... 2012... ...на ваше... Ну, на вашу взамен... На... на то, как вы общаетесь. Итак, мужчина ведет себя в отношениях неадекватных, ищите вы. Смотрите, в важный момент всегда-всегда он так себя вел или начал уйти после каких-то моментов. То есть, если он всегда вел себя таким образом, всегда-всегда, абсолютно всегда, то здесь как-бы, ну, несколько вопросов больше к вам, да, вот, вопрос к вам, а почему раньше вы его принимали, а сейчас нет, вот, если всегда всегда так, если он вел себя, начал вести себя так, там вот, значит, после каких-то событий, вот. Ну, например, после каких-то эпизодов в вашей жизни, да, допустим, то в таком случае нужно рассматривать эти эпизоды, вот. Вы говорите про то, что вот вместо нормального, ну, вместо нормального общения он, там, ведет себя как-то, вот, так сказать, ну, нежелательно, да, потому что у вас есть требования к нему, чтобы он вел себя, ну, иначе, иначе, по-другому, по-другому, до него это иначе. Вопрос, который, мне кажется, нужно вам задать, да, насколько он может, если с ней начать, то, вот. Насколько, ну, ваше вот, ожидание, ну, вот то, чего вы ждете, да, насколько это адекватно, потому что вполне может быть такая история, что вы не совсем реалистичнее имеете как бы ожидания с него. Это не значит, конечно, 100%, что у вас неадекватные ожидания, но тем не менее, тем не менее, все равно может быть такая история, что вы замещаете одну другую, как бы, вот. То есть может быть такая история, что вы замещаете своими ожиданиями от, грубо говоря, ну реальность, реальность. Реально какой-то, ну реальных человек, скажем так. Вот это нужно учитывать обязательно. Дальше. Идем. Сплошные манипуляции вместо нормального доброжелательного общения. Ну, как бы, для мужчины это нормальное общение, может быть. Что такое нормальное доброжелательное общение для вас и как вы его обеспечиваете? Будто из девушки, надо мной от которых он похоже получает удовольствие. Это действительно так. Человек действительно может получать удовольствие от сделок. Ну вот, над вами, например. Это действительно правда. Такое действительно может быть. не другое. Как вы как этому относитесь. То есть понимаете, какая, какая здесь штука, да? Он может нравиться и ему может нравиться. Это правда. Это правда. Но, все равно, говорим по большому счету мы говорим права. Вот. И если мы говорим про вас, то как вы реагируете на то, что он делает? Реально да, он получает удовольствие. Он, очевидно, не видит в этом какой-то проблемы. Серьезно, для себя. Вот. А, да, это вот в какой-то степени манипуляция. Манипуляция может быть с его стороны. Это правда. Но, в какой-то как нормальный источник. Вот что важно здесь. Дальше. Временами, зависимости от ситуации, показательный и игнор с его стороны. Да. Это классическая манипуляция. Вот. Это классическая манипуляция. Вот. И, к сожалению, ну, можно сказать, что вы, вероятно, поддаётесь на эту манипуляцию, да? То есть, что у человека, ну, получается, вызвать, грубо говоря, вызвать у вас, там, вероятно, вот, чистую вину. Ну, мне так, по крайней мере, кажется, ну, вот. Мне кажется, что у него получается это сделать, у него получается вызвать у вас чистую вину. Ну, вот. Соответственно, если у него получается вызвать у вас чистую вину, то это уже, наверное, будет именно вот с вашим чувством, чувством вину, потому что это ключевый момент. А тем, как вы реагируете на игнор? Да? То есть, если вы реагируете, там, например, как-то, если вы реагируете в лоз, если вы реагируете как-то ещё, ну, вот. То, наверное, вот, соответственно уже примет, примет для терапии, ну, для психотерапии. Вот. Понимаете, да? О чём, о чём, о чём я, о чём я говорю. Дальше. Уважение во всём этом не вижу никак. Но, опять ещё, обратите внимание, да, что здесь, вот, ну, такое у меня, по крайней мере, впечатление, да, что вы, вот, хотите, хотите уважения. Вот. Но вопрос в том, от кого вы хотите уважения? Понимаете? Вопрос в том, ну, можете ли вы получить от этого человека уважения? Вот. Может ли он вам дать уважение? Мне кажется, это очень важный момент. Вот. Да, то, что вы хотите уважения, это, безусловно, это, безусловно, нормально. То есть, безусловно, нормально, что вы хотите уважения заплатить. Да, я повторю. Но, может ли он вам его обеспечить от уважения? Вот. Как бы, в чём вопрос ключевой, как мне кажется? Вот. Вот. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, опять, по-моему. Дальше. Пытаюсь сказать о том, что мне это не нравится, когда раз перебалывает вину на меня, да, значит, он меняться не собирается. Вот. Ну, а как вы, вот, как вы говорите на том, что вам не нравится, вот, как вы им об этом говорите? То есть, ну, какие конкретно слова вы используете, фразы и так далее? Потому что, мне кажется, например, что вполне вероятно, вполне вероятно, что вы используете, ну, обвинение, вот, вы его обвиняете, в том числе, что он себя так ведёт по отношению к вам, да? Ну, то есть, ну, вначале, может быть, вы как-то вот стерживаетесь, вначале, может быть, вы как-то не позволяете себе проявлять, ну, вот, свои чувства этого начала. Вначале, а потом, потом, вероятно, вы, грубо говоря, взрываетесь, грубо говоря, взрываетесь и, соответственно, начинаете вот нету. То есть, здесь, ну, может быть, по элементам, да, здесь может быть незамещание своих реакций. Я не знаю, наверняка, то есть, я не пытаюсь сказать, что, ну, что я истинно последний шанс, нет. Но пока что, пока что ситуация выглядит вот таким образом. Да, ну, здесь понятно, я надеюсь, что здесь нужно смотреть, как, как конкретно вы говорите человеку о том, что, ну, что вам что-то, что-то иное, вот, как конкретно вы ему об этом, ну, как вы ему доносите, доносите, вот, как вы ему говорите про это. Потому что, ну, если вы, если вы говорите об этом, используете какие-то вот фразы, которые, которые, ну, могут быть идентифицированы им как какую-то агрессию, да, то, ну, понятно совершенно, что ничего хорошего из этого не получится, вот и ситуация только загубится. Получится что-то вроде двойного такого перекручивания, вот, когда, как бы, вы не снимаете конфликт, а наоборот, по сути, его только усугубляет. Не специально, я не хочу сказать что-то, что вы специально это делаете, нет, но не осознанно. Дальше. Значит, я пытаюсь не манипулировать, он просто якобы отвечает за ним на стену, а я думаю, что, скорее-скорее всего, вы с этим не согласны, потому что вы пытаетесь не манипулировать, скорее всего всего. Но, тем не менее, 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 я думаю, что действительно имело бы смысл посмотреть, ну, если манипуляции с вашей стороны, Вполне вероятно, что каких-то вещей вы просто не замечаете. Чему-то не продаёте, ну просто чему-то не продаёте. А это важно, это может быть очень важно. Поэтому на это тоже я бы хотел обратить ваше внимание. Ну просто чтобы вы знали, может быть, что эта сторона не исключается. Вот что эта сторона не может быть исключена. Вот. Дальше я делаю. Так, хотя у меня мыслях нет. Человеку-то здесь наоборот испытывают к нему искреннюю симпатию и добрые чувства. Ну, я не спорю с тем, что вы к нему испытываете, но я думаю, что проявлять то, что вы к нему чувствуете, вы можете по-разному. И важно увидеть, как вы это делаете. Важно увидеть, как вы проявляете свои симпатию, свои чувства. Какие-то вещи вы можете делать не совсем на пользу человеку. Опять же, повторюсь, не специально. Я верю вам, верю в то, что вы не хотите причинять ему зло и так далее. Тем не менее, достаточно сложно уместить не очень хорошее отношение к вам, например. Да. Вот. И симпатию. Вот. Поэтому могут быть нюансы. Могут быть различные нюансы. Вот. Понимаете, да? Ну, и разница в восприятии тоже играет роль. Дальше. Можно ли исправить такое отношение к мужчине? Исправить такое отношение к мужчине, если он не видит в этом проблемы? Нет. Сейчас для него это, если для него отсутствует, скажем так, мотивация, да? Отсутствует мотивация что-то менять? Нет. Невозможно что-то поменять, что-то поменять, что-то поменять. Ну, исправить отношение к человеку. Вот. Невозможно. Ну, как бы это вот не звучало, да? Ну, неприятно, может быть. Может быть. Нет. Невозможно. Уйти. Уходить от него. Или нет. На мой взгляд, вы вполне способны решить сами. Хотите ли вы от него уходить или нет. Вот. Поэтому я думаю, что на этот вопрос отвечать, по крайней мере, ну, по крайней мере, мне не совсем корректно. Вот. Потому что это ваша жизнь и вам решать, как с ней обращаться со своей жизнью. Вот. Поэтому давайте постараемся, по крайней мере, не смешивать вот эти вещи. Ну, да. Дальше. Лучше уйти от него. А, ну, здесь момент такой. Больше связанный с тем, чего вы сами хотите. То есть. То есть, если вы чувствуете, что не принимаете, например, человека, если вы чувствуете, что не можете принять его текущего, ну, его текущее поведение. То, как он себя ведет, там, с вами и так далее, да. Вот. И если вы чувствуете, что вам, ну, вот, не нравится никак, как он ведет себя по отношению к вам, вот. То, да. Можно, конечно, уходить. Потому что, ну, изменится он, может быть, он изменится, а может быть, нет. Вы этого не знаете. Вы этого, в принципе, ну, может никто не знает. Вот. Поэтому, действительно, ну, действительно можно уходить от него, если вы, вот, чувствуете, что не принимаете его таким, как у него есть. Ну, если, если у вас есть, как бы, ресурс, если у вас есть ресурс для принятия, если вы чувствуете, что, ну, вот, можете принять его. Например. Вот. То, в таком случае, ну, конечно, уходить не обязательно. Вот. В таком случае, ну, можно говорить о том, вот, что, чтобы что-то исправить. Да, да, да. Вот. Ну, заправить здесь, как мне кажется, упирается, именно, вот, в, ну, ваши ресурсы какие-то. Вот. В ваши ценности. Ну, наверное, что. То есть, если вы будете, например, работал со своими ожиданиями, допустим, да, и если вы сможете, ну, допустим, отказаться от... того, чтобы ждать от человека, вот, от того самого отношения, которого вы хотите, да. И если, например, допустить, что такого отношения к вам, ну, может не быть, например, то уходить не обязательно, да. Просто сейчас складывается впечатление, что вы боретесь с человеком. Вот. Сейчас складывается такое впечатление, что это именно борьба. Ну, у вас с ним борьба. Не свободные отношения, в которых, в которых каждый может, ну, быть собой, а именно, вот, какая-то борьба. Вот. И ничего хорошего в этом нет и, в принципе, быть не может, вот. Потому что, ну, люди в любом случае чувствуют себя небезопасностью, вот, в любом случае. Это... довольно важный момент. Как мне кажется. Дальше. Как отличить его от манипуляций? Ну, вы не воспитаетесь, чтобы отучивать его? Делать личные замечания вести спортсмены, либо, когда-то, скажите, что меня так не устраивает, но это вызывает его агрессию. Ага, важно увидеть, как вы это говорите. Если вызывает агрессию, значит, в этом нет обвинения, вот, скорее всего. Ага, и... агрессия вызывает именно обвинения, вот, не... ну, не что-то другое, а именно, именно вот, именно вот обвинения вызывает... ну, вызывает агрессию, скорее всего. Вот, поэтому, поэтому... а если... если человек... агрессирует на вас, например, вот... то... как мне кажется, а... так... Такой серьезный достаточно повод пересмотреть то, как вы относитесь к нему и как вы демонстрируете ему то, что вам важно, как вы демонстрируете ему то, что вам цена, как вы выражаете свои чувства ему. Потому что вполне вероятно, что какие-то вещи вы делаете все-таки нанося ему определенный вред. Вот. Дальше. Так. Устало эмоционально вычисто за два года такого общения? Ну, опять же, весь вопрос, да, зачем вы общаетесь с таким человеком? Тогда одно дело, если у вас к нему есть чувства, вот. Одно дело, если у вас есть к нему чувства, тогда, конечно, возникает вопрос, что это за чувства, какие это чувства. И другое дело, если вы надеетесь на его изменения, вот. Если вы надеетесь на его перемены, которых, в принципе, может не быть, этих перемен может не случиться, и что тогда будет. Если эти перемены не произойдут. Вот. Поэтому тут вот очень важный момент на мой взгляд. Дальше. Так. Человек меня с порой к лучшему, но ненадолго. Ну, потому что, во-первых, вы это никак не отслеживаете. Вот. На мой взгляд. Вот. То есть, ну, вот, вы никак это не замечаете. Вот. Во-первых, как мне кажется, вами это никак не контролируется, скажем так. Во-вторых, у изменений должен быть стимул. Вот. То есть, если стимула нет, то и изменения, соответственно, нам, ну, тоже не будет, скорее всего. Вот. Поэтому. Ситуация, ситуация здесь такая, на мой взгляд. Так что, у меня есть такое чувство, что вы как будто бы ждёте, ждёте, что вот он, ну, во-вне, да, и значит меняться. Вот. Ну, нет. Отношения строят двое людей, и если человек, ну, видит, к примеру, что вы там вот, ну, что вы терпите, что вы сравниваете с ним, да, вот, то зачем и для чего ему меняться тогда. Вот. Это, к сожалению, вот такая правда. Вот. Вот. Она, может быть, не самая приятная, но это правда. Вот. 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 Поэтому, будет очень хорошо, если вы своё внимание вот на это, на это обратите. Вот. 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 Ну, и может быть, ну, не будете прибывать в или здесь относительно, ну, относительно того, как могут складывать ваша дальнейшем. Таким образом, я бы предложил вам самой решать, что делать дальше. Я бы предложил вам самой принять решение относительно того, как устраивать взаимодействие с человеком. Но для начала разобраться в себе и поисследовать свои собственные чувства для того, чтобы лучше понимать, что происходит именно с вами и как вы можете с этим обращаться, в том числе и в контакте с мужчиной. Мне кажется, что это очень важно. Было бы для вас. Такой ответ, я думаю, можно вам дать сейчас с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, с точки зрения моего опыта и моих ценностей. которые есть у меня. Вы можете не соглашаться с этим. Ну, с тем, что я говорю. Право это целиком и полностью принадлежит вам. Вот. Ну, подумайте о том, с чего вы хотите от отношений, с чего вы хотите от отношений. Вот. Просто подгадайте себе такой вопрос. Это было бы, на мой взгляд, не лишним для вас. Вот. Потому что напрямую влияет на ваше будущее. Вот. Я надеюсь на обратную связь. Вашу по моему ответу позволит вам начать работу над собой. Ну, могло бы помочь вам эту работу над собой провести. И, соответственно, нам могло бы помочь скорректировать ваше взаимодействие с человеком. Вот. Ну, понятно, что если вы этого хотите. Безусловно. Вот. То есть понятно, что если вы разбираться с этим не хотите, то что вам застанет. Вот. Но пока что ответить вам можно так. Вот. Что он вам нужен, а вы в нем летает. Если вот вы боитесь признаться, например, себе. В том, что, может быть, что вам не подходит. Вот. И, соответственно, бьетесь уже два года бьетесь в попытках его изменить. Вот. В попытках, ну, надо сказать, не самых успешных. Ну, как правило, так и бывает. В принципе. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Я надеюсь, что ситуация будет превращена. Продолжение следует... Продолжение следует...